Добрый день, всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBit. Наша компания помогает продавать ваши товары на международных маркетплейсах, принимать оплату с помощью PayPal, а также доставлять их до двери покупателя. В этом ролике я буду критиковать один магазин на Etsy. Покажу с точки зрения бренда, с точки зрения ключевых слов, особенности заголовки, как должен думать продавец, когда он пытается оптимизировать свою SEO, то есть выдачу поисковой системы на Etsy, таким образом, чтобы настроить свой магазин и свои товары так, чтобы они выходили, ну скажем, на первых 5-6 страницах поискового запроса. Большое спасибо владельцу магазина за то, что он дал мне разрешение использовать и свою нишу, и свой товар, и не боится критики. Вот, конечно, это исследование занимает долгое время, я потратила целый день, можно сказать, анализируя, сравнивая, узнавая эту нишу, но, в принципе, мне кажется, что это может сделать любой человек со своим магазином. Конечно, без знания английского это может занять немножко дольше времени, но я надеюсь, что на этом примере вы увидите и поймете лучше еще логику, как я это делаю, как я думаю, да, и в какие места я смотрю, чтобы получить информацию. Кстати, буду использовать также Marmalade, вы можете использовать и EtsyRank, но мне как-то удобнее и подручнее Marmalade, это платный инструмент, который стоит 19 долларов в месяц, но, кстати, вы можете там найти, они иногда дают две недели бесплатную подписку. Если вам нравятся такие ролики, такой контент у нас на канале, то, пожалуйста, подписывайтесь, вы будете получать уведомления о новых роликах, которые у нас выходят. Большое вам спасибо. Итак, давайте пойдем и покритикуем этот магазин на Etsy. Вот мы на главной странице этого магазина, который называется Royal & Tabula, ну или просто Royal Tabula. Ну, смотрите, название хорошее, в принципе, оно простое, легко запоминающееся. Давайте обратим внимание на бренд. Значит, этот магазин, он продает различные коробочки, шкатулочки. В магазине 21 наименование. Давайте подумаем, какое первое впечатление производит этот магазин. В этом магазине явно присутствует бренд, да, то есть не просто там какой-то заголовок, да, вот мы видим тут особая, значит, форма букв, такое светлое дерево, что, кстати, соответствует с фоном на всех фотографиях. Фотографии выглядят очень однородно. Я сейчас даже не буду этого касаться. Я вам просто хочу сказать, что впечатление первое, которое производит этот магазин, это то, что в нем продаются какие-то настольные игры. Может, вы со мной не согласитесь, но вот я, когда вижу вот такое лого, первое, о чем я думаю, это в этом магазине, наверное, продаются какие-нибудь, ну, может быть, нарды, может быть, шахматы, может быть, даже карты. Я не думаю о том, что в этом магазине продается деревянная мебель. Вы тогда спросите, ну, а какой бренд подойдет сюда? Очень просто. Давайте просто пойдем на гугл и напишем carved wood background. Давайте посмотрим. Вот если бы баннер, да, был вот в таком стиле, или даже, да, тут можно показать, может быть, даже руки человека, как он вырезает что-то по дереву, вот такое, например, да, или вот такое, где показывается мастерство, какие-то красивые рисунки, картины. Причем не нужно брать это с интернета, ведь у вас уже есть свой товар, да, который вы можете сфотографировать, например, или вот такое, на нем что-то можно написать. С помощью вот такого рода фотографий и вот такого фона можно создать очень прекрасный бренд. В принципе, я бы сказала, что даже вот подобная фотография просто, где вот какая-то вырезанная деревянная фигурка, да, и то лучше, чем такой вот фон, который, ну, как бы не дает нашему покупателю действительно понять. И первое впечатление от магазина создается не то, что плохое, оно просто неправильное. Смотрите, у нас есть ролик о первом впечатлении магазина, то есть там я об этом говорю более подробно, но, так сказать, это первое впечатление. Второе. В магазине достаточно мало товаров, что, в принципе, неудивительно, потому что магазин достаточно молодой, да, и это нормально, никто не начинает с тысячи наименований. Ну, и, в принципе, в таком магазине тысячи наименований, может быть, и не нужно. Но я бы сказала, что вот для такого ассортимента хорошо было бы добавить какие-то еще дополнительные товары, ну, скажем, в магазине заполнить на 100-150 листингов. Это было бы хорошо, может быть, даже и больше, да, до 500. Ну, почему я об этом говорю? Потому что, так сказать, такие товары, да, они могут вызывать интерес у разных людей. То есть тут может быть много разных целевых аудиторий, да, и одни какие-то, может быть, будут продаваться лучше, другие хуже. Давайте теперь сразу перейдем к ошибкам в заголовках. Первое, что привлекло мое внимание, это вот такая замечательная, очень красивая коробочка для колец. Обратим внимание на заголовок. Rainbox. Love flame colors. Вот когда вы пишете вот такое, цвет любви и цвет огня, вот как вы думаете, люди ищут на Etsy вот такой цвет коробочки? Давайте посмотрим. Полностью соответствует этому результату только ваша коробочка. Это нам говорит о том, что ни у кого больше в описании таких цветов нет, и, судя по всему, скорее всего, никто не ищет коробочку цвета огня. Можно написать красная коробочка, можно написать бархатная коробочка, velvet box, или можно написать деревянная коробочка, carved. Я вообще, кстати, не вижу ни в одном заголовке слова carved, да, то есть вырезанное из дерева, они просто деревянная. Смотрите, что здесь еще есть? Ну, хорошо, вот double ring box. Кстати, эта коробочка не double ring. Как выглядит double ring box? Она выглядит по-другому. Там есть специальное разделение для двух колец. Причем тогда эта коробочка будет называться wedding ring box. То есть, смотрите, есть большая разница между двумя типами коробочек. Первый тип коробочки, это который выносит жениху и невесте на свадьбе, и жених берет свое кольцо, одевает невесте и невеста жениху. И совершенно другой тип коробочки для колец, когда мужчина, жених, делает предложение невесте, да, engagement ring box. Вот эта коробочка явно совершенно engagement box. То есть, она не подходит для свадьбы. Идея в том, что не то, что здесь неправильное произношение или неправильно, здесь просто неправильно определена целевая аудитория для этой коробочки. Это коробочка для мужчины, который делает предложение женщине. Давайте мы потом, ну, как бы подберем правильные слова. Перед тем, как вы даже будете делать какой-то заголовок для вашего товара, это куда кому подойдет такая коробочка. Особенно в плане коробок, да, потому что они могут подходить для совершенно разных целей. Очень важно определить именно вашу целевую аудиторию. Следующее слово Mother's Day Gift. Значит, сразу вам хочу сказать, что я вообще в новых, совершенно молодых магазинах на Etsy не рекомендую использовать такие слова. Ну, смотрите, Mother's Day Gift, ну, как вы думаете? Вот вы выйдете на, скажем, 105-й странице поиска с такими словами. Смотрите, тут два с половиной миллиона наименований, да? Ну, вам все понятно? То есть не берите такие слова, на которых колоссальная конкуренция. Пускай это будет более нишевые слова, да? Нам нужно посмотреть, чтобы на них была самая наименьшая конкуренция, ну, конечно, максимальный поисковый запрос, но даже если поисковый запрос не такой прямо колоссальный, как вот на Mother's Day Gift, но, по крайней мере, ваш товар может выпасть, да, на первой, второй, третьей там странице поиска, и у вас больше шансов, вероятность продать свой товар в таком случае. Особенно, еще раз говорю, если вы еще молодой, нераскрученный магазин, поэтому, как нам советуют Marmalade, это использовать Long Tail, длинные и более узкие нишевые названия в заголовках. Ну, в общем, здесь я покритиковала немножко, теперь давайте еще вот, например, возьмем такую коробочку. Значит, смотрите, опять, 50th birthday gift for women. Давайте сделаем поиск по вот этим словам. То есть, с одной стороны, вы очень сильно свою целевую аудиторию сужаете таким образом, а с другой стороны, смотрите, уже есть 73 тысячи результат на эти слова, причем это в основном такие персонализированные подарочки. Понимаете, то есть, с одной стороны, колоссальная конкуренция, с другой стороны, очень сильно суженная аудитория. Там, на 49-й день рождения, наверное, такая коробочка не подойдет. Опять Mother's Day gift и еще раз Mother's Day gift. Такие ценные места в нашем заголовке. Да, мы тратим на одно и то же Mother's Day gift box. О, кстати, gift box. Давайте посмотрим, что это вообще такое. Вот это не оно. Mother's Day gift box. Это вообще совершенно другая вещь. Вы поняли, что такое Mother's Day gift box? Это такая коробочка, в которой, скорее всего, какие-то там причиндалы или конфетки или что-то для ванной. Вот то, что вы продаете, это совершенно не то. Просто, ну, тут даже не то, что неправильные слова. Они вообще не соответствуют товару. И опять, new, mom, gift box, mom, mother's day, mom, mom, mom. Все эти слова совершенно не годятся, потому что, во-первых, они слишком общие, на них колоссальная конкуренция, а, во-вторых, по самой главной причине, потому что это вообще не является gift box. Давайте еще вот я покритикую вот здесь название. Смотрите, storage box, да, вот коробка для хранения чего-то, может быть названа разными названиями, да. Ее можно назвать keepsake box, ее можно назвать chest, предположим, это сундучок, да, тоже подходящее название. Можно назвать storage box, вот как вот здесь это называется. Можно назвать organizer. Смотрите, тут, видимо, владелец магазина сделал исследование, увидел, что вот tarot card box, да, это такие карты годальные, что такая коробка продается лучше. Окей, может быть. Сейчас мы посмотрим, мы это проверим. Но почему здесь тогда лежат драгоценности? Где эта коробочка нам показывает, что она специально сделана для карточек tarot? Если мы пишем, что это коробочка для кард tarot, то здесь будут совершенно другие названия. Это, опять-таки, это не Mother's Day gift, это не jewelry box, да. Тогда мы сделаем именно на игральную, на годальную, на magical, да, волшебную какую-то, другую совершенно тему. Carved wood box это подходит, да, tarot card. Но jewelry box это совсем другая вещь. Ну, и давайте посмотрим, здесь мы назвали эту коробочку grob, casket. На самом деле, это правда есть такое понятие, что некоторые коробочки в таком виде, знаете, ну, в таком, выглядят как casket, как grob. Но чтобы кто-то делал поиск большой на такое слово, grob для моих украшений, я не думаю, что это очень сильно популярное слово, хотя оно действительно является синонимом, да, в этом плане. И есть такое употребление, но я не думаю, что оно очень популярное. Зачем использовать такое слово? Оно как бы, ну, прямо скажем, не украшает вашу коробочку. Прошу прощения, что я так раскритиковала ваши заголовки, но их действительно нужно очень-очень сильно поменять. Да, я поняла, вы тут поменяли на Mother's Day gift из-за того, что у нас апрель. И, значит, люди, естественно, сейчас покупают больше подарков к Mother's Day. Но я вам советую пойти просто на Etsy и сделать вот этот поиск Mother's Day gift box. И из 96 тысяч результатов, как вы понимаете, совершенно других товаров, пойти и посмотреть, на какой странице поиска выйдет ваш товар. Мне кажется, что вероятность очень маленькая, что под этим заголовком вы сможете что-то продать. Давайте вообще просто посмотрим, насколько популярны эти коробочки на Etsy. Насколько нам будет тяжело. Значит, этот товар, прямое его название называется Carved Wood Box. 10 тысяч наименований, то есть конкуренция не очень большая. Сколько у нас бестселлеров сразу вот на первой странице? Бестселлеров нет. Это первое. То есть мы сначала ищем просто вот популярность, мода, насколько прямо много товаров продается. Но с другой стороны, есть магазины, в которых достаточно большие продажи. Вот этот магазин, например, имеет 81 тысячу отзывов. Вот 700 отзывов в магазин, 125, вот 2000. Не нужно ходить на 10-ю, 5-ю страницу. А вот есть один бестселлер здесь. Вот все эти товары, скажем, на первых пяти страницах вам нужно проанализировать. Как люди описывают этот товар, какие заголовки они ставят, какие стили есть. Ведь смотрите, люди ищут товары, ну вот в данном случае, по типу, то есть предназначению. Для чего предназначается? Для украшений, для тех же самых кубиков, для карт, может быть, там деревянная такая вырезанная коробка для хлеба, может быть, эта коробочка для колец, ну и так далее. То есть по разному предназначению. Также человек может искать такого типа коробки по стилям. Может быть, традиционный стиль, traditional, или этнический, ethnic, русская коробка. Он может просто написать Russian box, например, он хочет в каком-то таком стиле, почему бы и нет. Или, например, он хочет коробочку с цветами, он может написать floral, да, или box with flowers, ну и так далее. То есть разные могут быть стили, рисунки, или там он ищет органическую коробку, да, organic box. Значит, это второй тип, как покупатель ищет. Также он может искать по размеру. То есть размер коробки small, large, extra large. Если размер там какой-нибудь средний, этого не нужно писать. Но коробочка маленькая коробочка или огромная коробочка, например, да, это очень хорошо разделяет товары. Особенно, я вам скажу замечательные слова, это extra large. Очень легко найти маленькие вещи на Etsy и трудно найти какие-то большие. Ну, опять-таки, само по себе определение товара. Casket, chest, organizer, keepsake box. Ну и последнее, я бы сказала, что товары ищут также по цвету. Но если это деревянная коробка, то, наверное, не по цвету, а по материалу. То есть из какого дерева оно сделано. В коробке, например, есть бархат, там в коробочке, ну, для колец той же самой. То есть это тоже все относится к материалу, из которого изготовлено. То есть, например, это палисандр, например, rosewood. Или кедр, cedarwood. Или это может быть коробочка, сделанная из дуба, oak. Все эти вещи прямо в столбик. Нужно выписывать слова, которые используются для коробок, перед тем, как мы их будем анализировать. Когда мы делаем исследование ниши, мы пойдем на Amazon и сделаем здесь поиск. Просто здесь более профессиональные продавцы. Смотрите, здесь мы можем тоже найти слова, которые нужно будет перепроверить. Exotic, экзотическая коробка. Jewelry, storage box, wood, trinket, keepsay boxes. Видите, все organizer, потому что они знают, что люди ищут. Point playing cards. Для различных настольных игр все вот эти слова нужно перепроверять с помощью или Etsy rank, или Marmalade. Итак, давайте пойдем сейчас на Marmalade и начнем делать поиск наших разных слов, которые мы выписали. Вы, кстати, все это спокойно можете сделать во время первых двух недель бесплатной подписки. То есть сначала выписать список, там, я не знаю, ну, я бы сказала, где-то тысячу разных слов, да, которые вы найдете на первых страницах описания в Etsy, на Амазоне. И после того, как вы это сделаете, вы просто будете больше и больше анализировать, вам покажет, да, смотрите, это замечательные слова. Вот эти слова нужно оставить, только, может быть, фотографии переделать, чтобы показать, там, tarot card box, да. Это прекрасно, очень хороший и поисковый запрос, и небольшая конкуренция. Эти слова, безусловно, можно оставить. Значит, мы можем также посмотреть другие здесь слова, которые также можно использовать на той же строчке, да, так как мы концентрируем некоторые коробочки именно вот для этих гадальных карт. Смотрите, это witch box, tarot card holder, tarot tax box. Так как это уже слово с длинным хвостом, то нам не даются здесь альтернативы других слов. Но, в принципе, вы также можете пойти и сделать просто поиск carved box. Это очень общее название, которое, конечно, не будет с длинным хвостом. И просто посмотрите, какие еще слова с длинным хвостом, да, пользуются большим спросом. То есть это все часть вот этого исследования через Marmalade. Вот альтернативы с длинным хвостом. Сначала я всегда пытаюсь смотреть на то, на что самая низкая конкуренция. Ну, смотрите, здесь, конечно, очень низкие. Здесь ничего нельзя подобрать. Вот, смотрите, интересные еще похожие поиски. Hand carved walking sticks. Понимаете, вы можете брать какие-то идеи из похожих поисковых запросов. То есть здесь нужно много-много разного. Ну, смотрите, вот какое замечательное вовлечение аудитории, да, прогноз тот. Такой серьезный. Marmalade считает, что сейчас этот товар вырастет. И эта палочка просто для пожилых людей. Если вы делаете такие коробочки, умеете вырезать, то, может быть, вы можете делать такие палки, да, для ходьбы. И они в большом спросе. Тем более со стареющим населением, да, такие товары будут, наверное, все больше и больше расти в спросе. Дети, внуки могут подарить бабушке, дедушке такие товары. Давайте дальше смотреть. У нас были слова, если вы помните, ring box. И были два типа разных коробочек. Один для свадьбы, а другой для предложений. То есть нам нужны эти типы обязательно будет разделить. О, какая у нас тут конкуренция, да. Просто, ну, простые слова ring box. Значит, их, конечно, такие слова использовать не нужно. Давайте посмотрим, какие есть альтернативы. О, тут уже все выглядит получше. Ну, например, slim ring box. Узенькая коробочка. Double velvet ring box. Тоже хорошее вовлечение здесь аудитории. Custom ring box. Не очень. Слишком, мне кажется, высокая конкуренция. И поисковый запрос не такой. Прямо супер. Rustic ring box. Может быть, это такая коробочка в деревенском стиле. Смотрите, вот есть такой тип коробочки. Proposal ring box. Да, это вот для той красной, которая алого цвета. Не очень. Engagement, ну, в принципе, ничего. Может быть, даже это можно использовать. Есть Engagement gift box. Это, в принципе, ну, достаточно хорошие поисковые запросы, но и очень высокая конкуренция. Смотрите еще, какие здесь есть коробки с шикарными поисковыми запросами. Recipe box. Давайте просто посмотрим. Мы уже уходим от колец, но если уже человек вырезает коробку, то, может быть, он может сделать коробку, ну, там, как вариацию, для рецептов. Но эта коробка, опять-таки, для нее нужно будет сделать новые фотографии, оформить ее немножко по-другому. Смотрите, она прекрасна. И поиск, и вовлечение, и конкуренция не очень высокая. Она выглядит, конечно, по-другому. То есть, это не просто коробочка. Ее нужно чуть-чуть поменять. Здесь обычно вставляются какие-то карточки, например, да? Или вот, например, как выглядит обыкновенная, да, коробочка для рецептов. Соус, десерт, мясо. То есть, она больше такая персонализированная. Но такую коробочку, наверное, можно будет легче продать, я думаю, чем просто обыкновенную какую-то gift box. Также хорошим спросом, мы видим, пользовалась breadbox. Коробка для хлеба. Опять-таки, смотрите, прекрасные поисковые запросы. Не такая высокая конкуренция. Смотрите, ну, опять-таки, коробочки выглядят немножко по-другому. Да, их нужно адаптировать под хлеб. Ну, давайте посмотрим engagement ringbox. Вот так вот все слова нужно смотреть, и дальше смотреть внизу те альтернативы, похожие слова, похожие поисковые запросы. Это, значит, может быть на другие товары. Я, как уже сказала, потратила достаточно много времени, анализируя эту тему. Очень много, как вы видите, уже узнала о этом товаре и о разных ключевых словах. Engagement ringbox лучше, чем proposal ringbox. Ну, это, в принципе, одно и то же, да? Ну, такие коробочки не настолько популярны, как коробочки для свадьбы. Давайте посмотрим wedding ringbox. Это совсем другое кольцо, да? Это здесь обычно кольца и для жениха, и для невесты. Либо там два места, в которые можно их вложить. Или просто эта коробочка, которая красивенько, да, не выглядит. Там на коробочке обычно написано Mr. and Mrs. Ну, или они могут быть, опять-таки, персонализированы, такие вещи. Вот, давайте посмотрим. Ну, конечно, это общие слова. Смотрите, здесь колоссальная конкуренция. Но здесь можно сразу же найти намного лучше. Вот, предположим, ringbox for wedding ceremony. О, ну это просто мечта. Огромное количество поиска, прекрасное вовлечение и очень маленькая конкуренция. Вот вам, пожалуйста, чудесное слово. Или вот это. Viking wedding ring. О, это кольцо. Ну, это не важно. У нас, я думаю, что и коробочки тоже со словом Viking тоже будут лучше. О, а вот это, посмотрите, какое чудесное. Velvet ringbox. Обратите внимание, какой engagement. Я имею в виду, это вот те самые. У вас даже есть такая коробочка, которая сделана из бархата. Все, что нужно, это добавить главное ключевое слово. Velvet ringbox. Прекрасная находка. Ну, и давайте последнее. Просто, ну, этих слов я еще раз говорю, нужно анализировать тысячу. Просто показываю еще одну находку, которую я нашла. Вставляю просто разные синонимы. Сундук с драгоценностями. О, все, когда зелененькое, нам это нравится. Большое количество поисковых запросов, да, и вовлечения аудитории, и достаточно, ну, такая. Не очень, конечно, но все еще зелененькая, средненькая конкуренция. Смотрите, сколько различных, возможно, дополнительных вариантов, которые вы здесь можете увидеть. Маленький сундук с драгоценностями, да. Смотрите, небольшая конкуренция, очень высокое вовлечение. Ваши коробочки вполне многие из них можно назвать вот таким образом Small Treasure Chest. А смотрите, вот здесь какая прекрасная Dice Chest. Это коробочка для кубиков. Есть еще вот такой Treasure Planet. Ну, это, скорее всего, здесь будет какое-то нарушение авторских прав. Или вот, например, Oak Wood Chest. Да, то есть коробочка, которая сделана из дуба. Есть поисковые запросы, есть вовлечение, небольшая конкуренция. Small Wooden Chest. То есть здесь очень много дополнительных слов. Вот все из этих слов практически вы можете использовать. Причем, когда вы делаете какой-то поиск, вы обратите внимание на фотографии товара. То есть что здесь имеется в виду? Ну, чтобы просто не допустить ту ошибку с Gift Box, да, с коробкой для подарка. Еще одни слова, которые мне тоже, кстати, понравились, это unfinished, незаконченная коробочка. Потому что в наше время, как мы прекрасно знаем, люди сами любят и разукрашивать, и делать какие-то поделки, вырезать что-то на дереве. Посмотрите, прекрасный поисковый запрос, да, хорошее вовлечение, совсем небольшая конкуренция на вот такую вот незаконченную коробочку. И вот как они выглядят, эти незаконченные коробочки. То есть люди их сами потом заканчивают, разукрашивают. И опять, после того, как вы делаете поисковый запрос, вы идете и проверяете похожие слова. Jewelry box, unsinished box, wood box, storage box, вы видите, unpainted box. Опять-таки вы выписываете в столбик, и вы делаете проверку. Ну, тут также другие слова будут natural, натуральные. Я уверена, что слова какие-нибудь organic, да, также будут здесь соответствовать этому. Ну, и последний совет, который я вам просто хочу дать, это вот, когда вы выбрали уже, вам кажется, что это достаточно хорошее слово, просто пойдите на Etsy и сделайте сами поиск по этому слову. Посмотрите, что продается, как много бестселлеров или хороших магазинов с большим количеством отзывов. Вот мы видим, да, здесь, может быть, бестселлеров не так много, но много магазинов, смотрите, 9000, 1300, 730. То есть хорошо продаются вот эти простые деревянные коробки. В принципе, вот и бестселлер у нас тут имеется. Смотрите, вы там что-то вырезаете, а можно какую-то часть коробочек просто продавать. Можно поставить, да, ваш штамп вашего бренда на такой коробке, и человек сам ее будет доделывать, докрашивать там или что-то еще с ней делать. И что еще интересно, то, что вот на эти ключевые слова, да, мы просто вот видим, что подтверждается то, что нам говорит конкуренция, 2200, да, у нас возникает. Смотрите, очень близко, 2600 результатов. Это, поверьте, для Etsy очень немного, это небольшая конкуренция. Прекрасная ниша, как вы видите, и, наверное, я бы сказала, намного лучше, чем Mother's Day Gift, да, при которой там выпадают миллионы результатов. Итак, большое спасибо за внимание, я надеюсь, что этот ролик был полезен и интересен для вас. Всем пока!